Рада вас приветствовать в этой кулинарной, уютной студии FoodLife, где мы будем готовить вкусно с прекрасной, удивительной Марикой Амосовой. Всем привет! Рита, спасибо большое, что пригласила в такую прекрасную студию. Сегодня мы приготовим три очень простых и полезных блюда. Марика Амосова – талантливый дизайнер и художник. Она обожает путешествовать дикарем и познавать другую культуру. Марика совершенно не боится ездить одна. Посетила уже 13 стран и 11 морей и океанов. Четыре месяца прожила без телефона. Является автором картины «Буэнь», которая считается достоянием республики и находится в Национальном художественном музее. В готовке просто обожает эксперименты. Что же мы сегодня будем готовить, Марика? На горячую я решила приготовить и показать фаршированные помидоры. Все мы знаем, что фаршированные перцы есть, а помидоры мало кто пробовал. Поэтому помидоры, они более мягкие, они более приятные на вкус, они как перцы горькие. Поэтому выбрала помидоры, мы их запечем в духовке с фаршем. Далее у нас салат из рукколы, свеклой, апельсинами с кедровыми орехами. А на десерт, вот ты мне сказала десерт, я так долго думала, что же приготовить на десерт и не придумала. И не придумала. А что? Будет фруктовая красивая нарезка. Мне кажется, это самый лучший и полезный десерт. На любом праздничном столе такой десерт присутствует. Самое главное, всегда обращать внимание на оформление. В общем, мы все-таки основной акцент будем делать на оформление. А ты, как художник, знаешь наверняка, как лучше всего оформить, чтобы притянуть внимание. На самом деле, это будет впервые. С фруктами я не работала по оформлению. Сегодня, мне кажется, у тебя тоже впервые. Я не знаю, что получится, но мы постараемся сделать красиво. Ну, главное, импровизация. В кухне, как и в любом деле, важно вдохновение, творческий подход и хорошее настроение. Ну что же, приступим. Давай, с чего же мы начнем? Так, я думаю, мы начнем с горячего, с помидоров. А потом, когда поставим, мы сделаем салат. Да, отлично. И за час, в принципе, управимся. Итак. Так, давай. Рассказывай, как это надо делать правильно. Так, нам надо полностью мякоть вытащить. Оттуда. Но оставить стенки. Так, давай я тут все разберу, для того, чтобы наши зрительницы, зрители все это увидели. Так. Можешь начинать. Так, получается, по кругу контура мы делаем вот такой надрез в форме овала. Помидоры выбрала специально одинакового размера, чтобы они хорошо вместе запеклись. Так. И вот у нас остается вот такая вот мякоть, сок. А, нам нужна ложка. Вот. Ложечка есть. И получается ложечка. Вот эту вот всю мякоть мы достаем. Покажи нашим телезрительницам, чтобы они все это увидели. Таким образом. Здесь проходят такие стеночки, прожилки. Вот. На них мы нажимаем. И таким образом мы отсоединяем всю мякоть, и у нас остаются только сами помидоры. Здесь главная аккуратность. Потому что можно помидор случайно пробить, и он уже станет ненужным. Ну, он достаточно мягкий и хрупкий. Да. Так, ну все, я пробую. Смотри. Мне кажется, я сделала не такую большую дырочку. Надо было чуть побольше. Если вот ложечка, чтобы поместилась, чтобы потом можно было туда еще фаршем поместить. Вот, я все это сделала. И вот у меня немножко тут мякоть по бокам осталась. Я как бы ложечка все это аккуратно убираю. Водичку тоже можно, сок. Так, мамочки, у меня тут целый момент, ювелирная работа. Это мое любимое блюдо. Оно очень полезное, очень вкусное. Поэтому я часто готовлю его. А если чуть-чуть мякоть остается, это страшно? Ну, там меньше будет мяса. А, то есть, если мы хотим побольше мяса, то мы тогда все начисто убираем. Отлично. Ты знаешь, я вот, у меня, мне кажется, очень даже неплохо получилось. Да. Ну-ка, оцени профессионал. Все, все отлично. Сейчас чуть-чуть тут подровняю. Как истинный перфекционист, все должно быть красиво. Ну вот что тебя вдохновляет в твоем творчестве? Расскажи мне, пожалуйста. Меня вдохновляют истории, меня вдохновляют фильмы, меня вдохновляют книги, мотивационные. Недавно вот посмотрела фильм про известного художника Ван Гог. Про его биографию. Биографический фильм 2018 года он вышел. Он даже был номинирован на мужскую лучшую роль. Оскар Анау выиграл в том году Леонардо Декабрио с фильмом Выживший. Вот. Очень классный фильм, советую вам. И я думаю, может быть, не только он меня может вдохновлять, такие фильмы, но и вас тоже. Это про художника. Художник, который в свое время его никто не понимал, когда все писали рождение Венеры, все такое царственное, красивое, такое прям богиня, да, обнаженной. То есть здесь Ван Гог начал писать просто мазками, вот так вот накладывать на картину толстым слоем, яркие пятна. И все думали, о боже, что он творит. Просто для того времени это был взрыв мозга. Ну и он, к сожалению, умер непризнанными в бедности. И он, кстати, так и говорил, меня признают современное поколение. То есть он все жил и делал ради будущего. И он это прекрасно понимал и об этом даже говорил. А что ты несешь в своих работах? Я знаю, что у тебя достаточно такой необычный тоже подход, яркие краски и всегда есть что-то этническое прослеживается в твоих работах. Ну, так как я родом из Якутии, родилась в Якутске, и всю жизнь живу здесь в Аи, 30 лет, да, скажем так. Я очень уважаю свою культуру, я чту традиции. И я хочу, несмотря на все там, хочу прям... У меня это изнутри выходит, я не знаю. Картины, чтобы они были немножко, чтобы отличались от других. И был якутский стиль. Вот, допустим, в прошлом году был проект, где приняло участие тысяча человек. Они оставили 800 ладоней отпечатков. И сверху потом прорисовала 9 кругов божеств. Небо в якутском эпосе рассказывается про это. И я взяла основу истории картины. 9 уровней к Богу. И то есть на картине изображено 9 кругов. Три круга – это у нас, получается, мудрость. Он желтого цвета, так как желтый цвет обозначает мудрость, старость и вообще уважение к пожилым людям. Потом это три круга. Потом три круга – это, получается, где мы живем. Средний мир и верхний мир. Три круга. Ну, это вот в якутске вообще вот про это «Юскют». Три неба там. Знак такой большой есть, который по часовой стрелке. И вот, получается, картина, она как мандала якутская. Там весь якутский эпос. Лунхо. Мне нравится сочетание красок. И вообще это действительно очень красиво смотрится. Я видела ее на начальном этапе, а потом уже ты ее оживила ладонями и так далее. А что для тебя еще важно в творчестве? Вот даже когда ты приходишь на какую-то выставку, что важно для тебя? У меня есть такая вот интересная позиция. Где бы я, куда бы ни поехала, в любую страну или какой-нибудь другой город, обязательно надо сходить в классический музей национальный и художественный. И в современного. Я этим самым смотрю, как разные страны развиваются. Потому что искусство – это развитие в целом. Если искусство живет, и оно развивается, значит, и государство развивается. Это высокая планка вообще существования человечества, по сути. Если человек делает искусство, значит, все хорошо. Какой интересный подход. Я вот хочу обратить внимание на наше тоже пока что временное искусство. Это наши помидорки. Посмотрите, какими они получились. Ну вот у Марики, конечно, сразу видно человек такой знающий, и все идеально. Просто идеально. Так, хочу напомнить, что мы заранее включили нашу духовку и поставили на 180 градусов. Пока мы тут все подготавливаем, она у нас благополучно нагревается. Итак, что же будет? Так, давай подготовим начинку. Начинка у нас говяжий фарш и лук. Я люблю чистить и резать лук, поэтому я беру на себя, а тебя попрошу натереть сыр. Давай. Хорошо, отлично. Я займусь этим. Интересно, вот никогда не встречала человека, который обожает чистить лук. Я почему обожаю? Потому что я люблю мелко его резать, чтобы его не ощущать. Вот. А многие режут его крупно. И мне не нравится. Предлагаю вам посмотреть сейчас очень интересную рубрику, которая называется «Продуктовая корзина». Я знаю, что вы ее полюбили. Всем привет! Я Сергеева Анна. Я по специальности сама психолог, но в первую очередь я, конечно же, мама. И у меня трое замечательных детей. И поэтому готовка в нашем доме всегда является находкой компромиссов, потому что дети, во-первых, разного возраста, и приходится всегда думать, что же приготовить такое, чтобы все были довольны нашим блюдом. Ну а сегодня я хочу вас познакомить с нашим, можно сказать, типичным ужином. Что мы обычно приобретаем и какие продукты мы обычно потребляем на ужин. Набор продуктов, он состоит из обычной сметаны, сливок. И без взбитых сливков, наверное, ни одной якутской семье как бы не приходилось жить и в старину. И сейчас хорошо, что эта у нас традиция возобновляется. Ну и вот, сметана – это обязательный атрибут. Также обязательно мы приобретаем творог. Бывают мамы, которые сильно обращают внимание на жирность. В принципе, 9%, если даже жирности много, то я думаю, что для детей это не так опасно, потому что растущий организм как раз ему и нужны необходимые все ингредиенты. В нашей семье мы стараемся выбирать такие хлебобулочные изделия, которые тоже имеют свои какие-то полезные свойства. Но вот то, что мы любим с мужем, дети не очень предпочитают, поэтому в нашем доме есть несколько вариантов хлебобулочных изделий. И первый из них – хлеб с кориандром. Он похож на черный хлеб, но у него есть отменный вот этот вот запах кориандра. Он какой-то экзотический. И сама я как психолог вам даже посоветую, что кориандр имеет какой-то успокаивающий эффект. Также этот хлеб является диетическим, поэтому все в умеренных количествах на самом деле нормально. И абсолютно отрезать из своей жизни хлебобулочные изделия, я думаю, нельзя. Вы, наверное, немножко задаетесь вопросом, почему же я не выбираю никаких продуктов для того, чтобы приготовить какой-то отварной ужин, второе или первое. Но у нас в семье заведено так, что тем жизнь, может быть, заставляет. Мы плотно обедаем, где каждый у себя на работе, кто в школе, кто в детском саду, можно сказать. И вечером, когда мы встречаемся, наш ужин более такого легкого порядка – это вот такие бутербродики. Мы вот выбрали вот такой продукт – это прессованная говядина. Она из цельной говядины, она прессованная, ее можно сразу потреблять. То есть ее не надо ни варить, ни готовить, ни жарить. Каков бы бутерброд ни был и с каким бы полезным хлебом он ни елся, все-таки для того, чтобы его очень хорошо переварить, необходимы те ингредиенты, которые помогают этому. А помогают этому всегда зеленые наши друзья. Мы берем огурец, салат, лук и зеленый лук, также горох. И туда еще можем петрушку, укроп положить. То есть он получается у нас абсолютно зеленого цвета. Ну, сладости в любом случае имеют неотъемлемую часть любой многодетной матери, наверное. Наша задача лишь немножко уменьшить количество, ну, может, шоколада, который не очень полезен для детей. А так вот такие вещи очень хорошо могут заменить тот же цельный шоколад. Ну что ж, вы все поняли, наверное, что наш ужин очень легкий, и поэтому мы выбирали продукты очень быстро и легко. Надеюсь, что я сегодня вам была полезна. Всем пока! В прошлом году вот эта вот картина вышла «Буэль» в переводе из якутского «Это ты», где приняло участие тысяча человек. Она сейчас находится в Национальном музее и считается достоянием республики. Потому что это вот впервые вообще по миру есть такой аналог, где художники – это народ, где художники – это все люди, где тысяча историй, тысяча ладоней было поставлено. Самый маленький – это был ребеночек маленький, мальчик, и он две недели отруду, представьте. Вообще вот такая вот ручка. Потом где-то 75, вот пенсионерка была. Приходили друзья вообще со своей семьей. Мама, папа, двое детей, и они прям вокруг вот так вот ладошки поставили. И дети маленькие, им так нравится этот проект, они говорят «Ой, я запомнила, где мы типа поставили». Вот. Поэтому, а так вот эта вот идея пришла мне в Индии, когда я жила. Я очень, вот сердце у меня просто приказало, и душа приказала поехать в Индию и жить там год. И меня эта идея, эта мысль просто два года не давала покоя. Я туда поехала, я успокоилась. Наконец-то я сделала миссию. И когда я уже там живу и путешествую два месяца, я задаю вопрос. Для чего я здесь? Почему я здесь? Почему я-то хотела сюда приехать? И когда я ехала на Слепбасе 12 часов с другого города в другой город, смотрю на звездное небо, оно настолько красивое, звезды так ярко горят, и я задаю звезды. Вы такие красивые. Отдайте мне ответ, пожалуйста. Почему я здесь? Для чего? И мне просто вот так вот открывают голову. Господи, кто тебе открывает голову? Ну, когда вот я, вот, я просто понимаю, когда ты смотришь на звезды и восхищаешься им, и говоришь, о, боже, какие вы красивые. Какое красивое небо темно, какие вы красивые звезды. И потом говорю, а почему я здесь? И тут просто, знаешь, мысль как будто включилась. Вот так вот просто вспышка. И каждая деталь была прорисована то же самое, как вот эти этапы проходили в Якутске, как оставляли следы. Они просто вот так вот взяли эту идею, упаковали и положили мне в голову. И я просто как фильм за несколько секунд просмотрела, у меня сердце загорелось этой идеей. И я сказала, все, в Якутск приеду, я реализую. Ничего себе. Вот так вот, да. И я не могла спокойно жить, пока не реализовала эту идею. Но когда еще я рассказывала подружкам, что хочу, чтобы эта картина была в музее, и не каждая картина имеет право быть в музее, она проходит комиссию, достойна ли она быть достоянием республики. Когда я написала письмо, мне перезвонили через 20 минут и сказали, мы принимаем твою картину, она будет достоянием республики. Я вообще не поверила. А когда я подружкам говорила, что я хочу, чтобы картина была в музее, они говорят, губа не дура. Я такая, ну, не знаю, не моя губа, это просто идея сама такая прикольная, которую подарили звезды. Такой творческий подход, действительно, это прям удивительно, потому что раньше вообще считалось, что творческие люди, они только, ну, не от них зависит какой-то творческий поток, а это просто как бы, бывают какие-то вдохновения и так далее. И тут, считай, тоже так получается, что ты вдохновилась звездами. Да, и они мне за мою любовь к ним подарили такую идею. Вот лайфхак творческим людям. Если вы вдруг потеряли вдохновение, обратитесь к звездам и восхититесь ими действительно искренне. Возможно, тогда вдохновение вас посетит, и вы создадите нечто прекрасное, как и получилось у Марики. Я вообще обожаю думать, и свой мозг не оставляю в покое, он у меня постоянно двигается сюда-туда, всегда какие-то мысли разрабатываю, математические там, вычисления какие-то, ну, всякое разное, я не даю покоя ему. Он меня, наверное, за это не любит. Вот, и как-то раз сижу такая, лежу-лежу, думаю-думаю, и тут также открыли голову и положили, и я понимаю, что это подарил Бог мне. И тут я решила, что хочу провести мастер-класс. И сразу приходит идея, что надо это сделать со слепыми. Почему со слепыми? Потому что они не видели мир, все слепые, которые родились с таким диагнозом уже. Они глазами не видели мир, наш мир, который мы видим через глаза. Это восприятие, это физика, по идее, просто физика, отражение, это вот, что мы видим. У них нету представления о мире никакого. У них есть представление только, что услышали и что потрогали. И тут я думаю, так это же очень круто, вытащить информацию, как они чувствуют мир, где они живут, вытащить и показать через картину, через живопись. Вот у меня эта идея. Я на следующий день звоню в библиотеку слепых, и они говорят моряка, какая крутая идея, приходи на встречу, мы все обсудим. Я прихожу на встречу, они очень рады, и первая картина уже готова. Первая картина принял участие Илья, ему 16 лет, он нарисовал природу, и когда он говорит, я хочу нарисовать природу, я говорю, как выглядит трава. Он говорит, ну такая полоска, и начинает ее рисовать на пластилине. Сделали вот такой вот экран пластилина, и он там рисует. Потом я перевожу все это на холст. Потом он говорит, я хочу возле травы нарисовать деревья. Я говорю, какая идея? Он говорит, квадрат. Я говорю, почему квадрат? Он говорит, ну потому что я так представляю. Он говорит, моряка, я знаю только форму. Круг, квадрат и треугольник. Как вот тебе еще объяснить? Я же не видел. Ну я ему рассказываю полностью техническую сторону живописи, там есть свои законы, тоже своя математика. И я говорю, какой цвет будет основной? Он говорит, голубой. Я говорю, ты понимаешь, как выглядит голубой? Ну я знаю, что голубое небо, голубое, и все. А наше голубое небо – это большое пространство в нашей жизни. Поэтому пусть будет фон голубой. Я потом спрашиваю, а ты представляешь, как выглядит небо голубое с облаками? Он говорит, нет, он даже этого не видит. У него все в темноте, и он только на ощупь и на слух. И вот таким вот родился, и у нас такой проект. И этот проект всем нравится очень, и он социальный. И благодаря этому я хочу обычным людям, ну как необычным, нам, чтобы мы ценили, что мы видим. Мы ценили даже то небо, как передвигаются облака. Люди даже этого не видят. И они живут счастливо тоже, несмотря на все это. Они существуют. И они не могут жить одни. У них постоянно должна быть помощь какая-то, они ходить не могут. И самая большая задача сделать в этом проекте 7 картин, которые потом они смогут с этой выставкой путешествовать по всему миру и рассказывать о каждой детали, которую они изобразили на холсте, как ищие люди. То есть сейчас я с ним разговариваю и говорю, объясни, что здесь написано в картине. И он говорит, это голубой фон, здесь трава, возле травы дерево. И то есть такое ощущение, как будто он зрячий. И он нарисовал это, это вышло изнутри. Потом он нарисовал дерево, он говорит, второе дерево будет полукруг. Я говорю, полукруг в какую сторону, в левую или вправую? И вот эта вот часть, она прямая. Он говорит, не знаю. Я говорю, как луна? Он говорит, я не знаю, как луна выглядит. То есть тебе в процессе было очень тяжело с ними работать, потому что какие-то моменты они не видели, не знали. И ты, как художник, должна была воплотить каждую идею и каждую деталь. То есть это также и психологическая работа в какой-то степени, да, Витя? Да. Это очень интересно. Прям здоровский проект. Я действительно восхищаюсь тобой. Так, ну что же, вернемся к помидорам. Лук нарезан. Мы должны соединить с фаршем. Я практически блюдо не солю. Соль и сахар – это не очень полезный продукт, который делают застои в организме. То есть ты против? Да. Надо будет все это размешать. Немножко, совсем немножко посолить, потому что мясо, оно свойства свои вытаскивает, вкусовые только с сочетанием соли. Без соли мясо оно невкусное. Хорошо, давай посолю. Совсем чуть-чуть. Скажи мне, сколько надо. Вот столичка пойдет? Еще меньше. Еще меньше. Вот, все. Совсем немного. А почему именно эти рецепты ты выбрала? Ну, потому что они легко готовятся. И я особо не люблю запариваться на кухне, потому что она, во-первых, должна быть полезной. Чем больше мы жарим, там, пирожки и разные беляши, больше жира и больше времени уходит, тем она не полезнее. В первую очередь мы должны свою любовь сюда передать, потому что это наши запасы. Это наш бензин, наше топливо. И еда должна быть вообще с энергетическим потопом очень быть хорошей. То есть мысленно мы должны ее любить готовить. Если у вас плохое настроение, лучше не готовьте. Кстати, нам частенько вот гости приходят, которые любят готовить, и они так и говорят, что если плохое настроение, то лучше этого не делать, конечно. Да. Я знаю, что в Индии есть такое поверье, если хочешь, чтобы человек с тобой был откровенен, нужно добавить в еду немножечко перца. Да? Да. Я вот где-то такое слышала, поэтому я думаю, что после того, как мы поедим это блюдо, мы будем с тобой откровенны. Я вообще рада нашему знакомству. Ты очень светлая девушка. Спасибо. Ты такая улыбчивая, и прям с тобой невозможно по-другому. Я просто снялась. Я смотрю твои сторис, ты постоянно рассказываешь такая позитивная, и вот это твое дело, ты любишь свое дело. Это просто... Конечно, я прям обожаю. И готовить, кстати, я по-другому стала относиться к готовке, потому что действительно, когда ты видишь вдохновленных людей, которые обожают свое дело, то это очень-очень здорово. И готовить я теперь стала с творческим подходом. Ну, то есть если меня прям бывает вдохновение накроет, я прям с утра начинаю кучу всего готовить. А вот твои коронные блюда, они какие? Коронные блюда? Ну, вот этот помидор фарширован, это моя коронка. Коронка? Прям коронка, да. Мы наполняем начинку. Здесь больше ничего не надо. Сам фарш наш якутский, местного производства, он очень вкусный. Он настоящий, натуральный, и поэтому туда немного лука для... Ну, иногда можно добавить чеснок. Кто любит, да? А, и то есть нам нужно надавить, чтобы оно не выпирало? Да. Потому что сверху будет сметана и сыр. А как мы узнаем, что мясо приготовлено, если сверху будет сыр и... 20 минут в духовке, дополнительно разогретое, вот что мы и сделали. И все, в принципе. Фарш быстро готовится, помидоры тем более. Я знаю, что ты очень много путешествуешь. И в одной стране ты бываешь обычно, ну, 3 месяца. Почему так долго длятся твои путешествия? Потому что я люблю входить вовнутрь ее. Я не люблю поверхностно. Я вообще не понимаю людей, которые ездят в путешествия там, 2 недели. Человек не отдыхает. Человек начнет отдыхать тогда, когда он осознает, что он в другой стране. Когда он уже не будет задумываться, когда он приедет обратно в Якутск, ну, или откуда он уехал, и думать, что он там будет делать завтра. Надо отключать свой мозг и абстрагироваться тем, то, что это новая страна, это новые традиции, это новые блюда. Просто ты начинаешь превращаться в человека оттуда. Какое путешествие тебе запомнилось больше всего? Конечно же, это Индия. Ее вообще вот до сих пор я под впечатлением, потому что 8 месяцев я дикарем путешествовала в Индии, и из них 4 месяца я путешествовала без телефона. Да ты что? То есть без интернета, без чего-либо. У меня не было телефона. Я потому что у меня украли его, и я купила, потом опять украли. Я подумала, бог, видимо, судьба, карма моя говорит о том, чтобы я прожила. И это самый лучший момент 4 месяца без сети. Я солнце начала определять время. Смотрю на солнце так, час. Выхожу вот так, 9.30. Расскажи, как это без телефона, это жизнь? Во-первых, это ужасно хорошо. Во-вторых, ты когда кушаешь, ты не сидишь в телефоне. Вокруг все кушают и сидят в телефоне. Это уже против правил. Человек, когда кушает, он должен наслаждаться процессом питания. И только тогда организм будет благодарить тебя. А когда ты просто смотришь и чью-то страницу, или просто в сторис, или какую-то информацию читаешь, мозг включен в эту информацию. Он не наслаждается, и вся еда, он просто проходит к нему. И каждый раз человек хочет больше и больше кушать, чтобы насытить свой организм. Организм можно насытить, по сути, просто красиво подачей. Он уже красиво насытится. И ему там мало надо покушать. Мы заправляем сметаной, сверху просто чуть-чуть, как бы немного. Вот давай, подролирую-ка. Вот столько? Да, ну, чтобы не сухо было. Мы сделаем шапочку, чтобы она внутри чуть-чуть такая закрыта была. Добавим сверху сыр и вот нашинковала укропчик. А, то есть укроп мы добавляем не в конце, а уже сейчас? Да. Пока мы тут все готовим, пока у нас тут такой процесс насыщенный. Предлагаю прерваться на небольшую рекламную паузу. А какое самое необычное блюдо ты пробовала в путешествии? В Индии я жила в очень удаленных уголках. Жила даже в деревне индийской, две недели. Там, знаете, что я когда проснулась, смотрю, там девушки уже готовят завтрак. Ну, у них наутро там как кефирчик с лепешечкой, да, что такое легенькое, молоко топленое. Я прихожу на кухню и, представьте, у меня шок. Женщина, мама семьи, да, она стоит и тыком взбивает сливки. Я такая смотрю, это же, потом, что это? Они там на индийском сказали название, уже не помню. Я говорю, а вы что делаете? Он говорит, мы взбиваем сливки, чтобы он стал как кефир плотнее. Ну, объяснили. Я потом смотрю, это стопроцентный, ровно такой же и тык, как у нас и тык. Представьте. Я говорю, это откуда? Они говорят, это самый старый инструмент Индии, он из деревни, сейчас современное поколение уже забыло, все с миксерами, но этому инструменту там чуть ли не 4 тысячи лет. Надо же. Я говорю, так у нас есть ровно такой же, как это вот Индия и Якутия, вот как. И еще самое странное, что у них такие же ровно по форме хатоны, где живут коровы, как у нас, даже окна такие. Как это интересно получается, да. Так, мы вначале делаем укропчик, чтобы он у нас не высох, вот, и сверху уже как подушечку делаем сыр. Можно побольше, чтобы прям и туда впихнуть его. Сыра мало не бывает, я прямо обожаю сыр. Я тоже обожаю. Мне кажется, что он всегда украшает любое блюдо, любой салатик. Но здесь он будет служить как крышка, чтобы мясо не высохло, чтобы в своем бульоне она была. А где ты подсмотрела этот рецептик? А я не помню. Этот рецептик, видимо, я в интернете нашла очень давно и потом решила приготовить. Он такой оказался вкусным. Я его теперь постоянно делаю. Когда вы идете в магазин, старайтесь всегда обращать внимание на акционные товары, потому что именно так вы сможете сделать выгодные покупки. Отправляем наши помидоры в духовку. И на сколько же минут? Давай поставим на 20 минут, на 200 градусов. 20 минут и ровно через это время помидоры будут готовы. А сейчас мы будем делать салатик. Для салата нам понадобится свежая рукола. Вот она. Можно ее, в принципе, уже наложить на тарелочку, потому что салатик, он такой легенький, и приступить просто вот так вот, да, распределить его. Ну и все. Рукола, рукола очень полезная, очень полезная. Она очень вкусная, и сейчас мы вам покажем сочетаемое, несочетаемое. Апельсин и свекла, что будешь резать? Это все надо добавить в этот салат. Ничего себе, прям интересное сочетание. Ну давай попробую. В принципе, на один салат подойдет вот долька, половинка апельсина и маленький кусочек свеклы. А как мне ее резать правильно? Как хочешь, тоненько. Знаешь, очень опасно, когда женщина на кухне говорит тебе, ты режешь как хочешь, а потом аааа. Нет, нет, такого точно не будет. А ты перфекционист? Страшный. Меня это качество иногда раздражает. А что для тебя вот важно, как для человека творческого, в любом творческом процессе? Потому что не всегда же ты можешь нарисовать все идеально. Ну вот поэтому я делаю это долго. Хотя могу быстрее, но мне что-то не нравится. И еще есть самый главный закон, что искусство, если ты очень много времени даришь, то оно потом может испортиться. То есть надо прочувствовать, где остановиться. Особенно в живописи. Да то что. Почему ты выбрала рисовать именно маслом? Потому что по образованию я дизайнер-художник. Вот. И масло это такой, знаешь, транс. Ты когда чувствуешь, смешиваешь разную краску, цвет создаешь, создаешь свое внутреннее представление о мире, и когда ты хочешь этим что-то сказать и показать, объяснение своей философии жизни. И когда ты красишь, время 4-6 часов, это как вот так вот 5 минут просто. Ты куда-то проваливаешься внутрь, в картину, и ты не управляешь собой. Ты принадлежишь только картине. И это происходит с теми, кто пишет маслом. Масло потому что сохнет неделю. Друг на друга оно накладывается эффектами. Никакая краска такого эффекта не дает. Я просто как-то пыталась попробовать порисовать маслом, и мне было так сложно. Надо на самом деле просто сильно захотеть. Потому что человек, он такое существо, которое нет предела. Управляет только разом. Если ты сильно захочешь, и скажешь, что это ты сделаешь, себя настроишь, то 100% ты это сделаешь. Слышали, дорогие телезрительницы, телезрители, все вы можете в этой жизни, все у вас получится, главное просто захотеть. Какой посыл у тебя в основном в твоих работах? Как ты думаешь? Вот какая твоя цель? Ну вот, например, сейчас картину, которую пишу у себя дома, то там любовь я изобразила. Два слившиеся тела, где рождаются, и от этого они внутри генетического кода человека. И вот эта вот форма, два тела, они внутри этого кода. И получается, когда две души влюбляются, этот код расширяется. А допустим, тебе иногда тяжело от того, что некоторые могут тебя не понять, какие-то твои внутренние мысли, твои внутренние переживания? Не знаю, меня почему-то все понимают. Особенно в Якутске. В Якутске человек очень глубокий, он природный, он немного дикий, ему близка природа. Поэтому, находясь здесь, и когда общаюсь со своими земляками, очень легко это все воспринимается. Если когда ты едешь куда-то уже за пределы Якутии, тебя не понимают. Очень сложно людей глубоких найти по миру. А у нас люди, они эксклюзивные, они здесь живут в таких условиях. И несмотря на это, они просто сияют всегда. Они очень творческие, они со вкусом. И я очень благодарна, что я родилась именно на этой земле, именно с такими людьми я живу. Поэтому я очень люблю свою родину. Глубокие люди. А чему тебя научили путешествия? Путешествия меня научили, что весь мир на самом деле это мой дом. Нет такого понимания, что ты родилась, тут и живешь. Нет. Куда хочу, туда поеду. Потому что люди все по менталитету, они одинаковы. В каждой стране есть плохие люди. Люди добрые, люди отзывчивые. Везде они одинаковы. Поэтому куда-то либо уезжаешь, ты встретишь таких людей, которые ты хочешь встретить. Я верю, знаешь, во что, в то, что все-таки человек притягивает подобное. Да. Я вот в это очень сильно верю. Мне кажется, что какой вы человек, то вас и в принципе окружает. Были ли какие-нибудь такие ситуации в путешествиях, которые тебе безумно запомнились и чему-то прям конкретному научили? Так как я путешествовала практически одна, моя подруга, с которой мы вместе начали путешествовать, у нее виза истекла, ей не продлили визу. Она уехала, я осталась одна в Непале, и я доехала до Непала на локал-бассе, это местный автобус, без телефона. Я разговаривала с индусами и говорила, я еду в Непал, объясните мне, как доехать до туда. Я пути не знала, я даже посмотреть в интернет не могла. И бывало, что местные люди не понимали мой английский, мне приходилось разжевывать или писать как-то вот так вот. И я доехала до Непала, я прошла границу, стучусь, смотрю, что стоит 50 долларов виза, я стучусь, отдаю свой русский, российский паспорт, и он такой смотрит и такой говорит, это твой паспорт? Я говорю, да. И по-непальски он спрашивает, ты не девушка, ты не непальская девушка, а не по-непалу, лерки, лерки – это девушка по-непальски. Я говорю, нет, I'm from Russia. И они такие, о-о-о, и типа дали паспорт, и такие, типа… Вообще, короче, они не поверили, я поехала туда, и я понимаю, что Непальцы очень сильно похожи на якутов. вообще, я просто не поняла реакцию, да, что вот он так вот, я иду, и я понимаю, и мне такое ощущение, что рядом я с якутами. Это так интересно, ты в другой стране, но ты ощущаешь себя как местная. И потом, когда я поднялась наверх, на полторы тысячи километра выше, там у них деревни разные есть, и я сняла там гостиницу на две недели и жила на горе с безумно красивым видом. И это стоило, по-моему, 500 рублей в сутки, потому что Непала – это очень бедная страна, и там очень дешево. И, оказывается, они мне потом говорят, что открылась такая вот деревня, откуда поднимаются на Эверест, и эта деревня существует только два года после выпуска фильма Эверест. Все просто со всего мира начали ехать туда, чтобы совершить вот этот подъем на Эверест. И они все благодарны, говорят, у нас так бизнес пошел, говорят, из-за этого фильма мы благодарны голливудским режиссерам, потому что вокруг вот этого вот Эвереста построилась деревушка, в которой построили гостиницы, направление туристическое, с Америки приезжают, с Европы приезжают, чтобы подняться, стоит на минуточку 5 миллионов рублей. Ничего себе. И вот представь, что это один приносит 5 миллионов, чтобы он один поднялся. А вот эти вот рецепты, которые ты привозишь, ты вот откуда-то где-то их видишь и потом применяешь, или как это происходит? Ну вот, допустим, в этом году я съездила в Гавайи, прожила там два месяца. И у них очень классное блюдо называется поки. Поки – это рис с водорослями и свежей какой-нибудь свежей рыбой малосоленой. То есть они не жарят, не варят, а просто режут свежую, немножко солят и рис, и разные-разные закуски. Травяные, полезные. Интересно. Ну-ка, все. Как мне это добавить? Так. Мы можем сверху просто накидать. То есть пусть будет хаотично. Она, потому что сама по себе красива в цветовой гамме. Ярко такой свекольный цвет и сочетанием с апельсином рыжий. Такой оранжевый. Ты прям смотришь даже на еду, как художник. Да. Мне нравится. Вообще в Якутске надо использовать яркую еду, чтобы хотя бы глаза кушали, не наслаждались цвета кушаешь. Поэтому, когда это ярко – это красиво. Можно так вот немножко сверху сделать, чтобы так акценты были. Для тебя важно, чтобы еда была красивой. Да. Потом есть вот такой вот бальзамический соус. Салат мы тоже не будем солить. Вот здесь есть природная соль тоже совсем немножко. Она дает нам как бы такой вкус. Да, вот. И сверху прям вот орешечки. Отромых орешков добавить. А, допустим, можно что-нибудь добавить сюда по желанию, например? Вообще можно сюда добавлять красный лук. Я сегодня его не нашла в Якутске. Поэтому мы здесь использовали белый обычный. А так вот, когда красный, тоже очень. Он же такой вкус другой имеет. Ну да, послаще немножечко. И все, в принципе. Очень полезный салат. Быстро готовится. Свеклу можно сырую использовать, а можно вареную. Фрукты у нас любят все. И сейчас Марика продемонстрирует нам фруктовую нарезку, которую будет приятно не только есть, но и смотреть на нее. Ну, громко сказано, что продемонстрируем. Попробуем, да, красиво сделать. Потому что сама я этого не делала. Но прям хочу попробовать вместе с вами. Не переключайтесь. Сейчас будет рекламная пауза, после которой мы, конечно же, вернемся. Если вы знаете, какие в магазине действуют акции или скидки, то вы сможете закупить продукты и не только, по очень выгодной цене, что поможет вам явно сэкономить свои деньги. Давай возьмем по киви. Разрежем пополам. Курку теперь почистим. Я знаю, что сейчас очень много людей хотят путешествовать, хотят увидеть этот мир. И как это сделать? Ну, во-первых, кто хочет путешествовать на две недели и приехать обратно, это другое. Другое, когда ты вообще без багажа улетаешь на год, и ты не думаешь, что тебя ждет, может быть, ты вообще там останешься, увольняешься с работы, копишь деньги на год вперед с расчетом того, что ты будешь жить в другой стране. Тем самым я еще уехала в Индию без базового языка английского. То есть я просто могла говорить «Привет, меня зовут Наряка, я из России». А, то есть у тебя не было особо знания языка? Я его учила там за два месяца. Вот, и поэтому надо себе ставить четкие цели, где ты будешь находиться, надо найти подругу или друга, чтобы вместе путешествовать, потому что это даже экономично. Вот мы снимали с подругой дом, двухкомнатный дом каменный с балконом, с кухней, с ванной большой, и мы платили за это 15 тысяч рублей, живя возле океана индийского. Вдвоем мы скидывались по семь с половиной, получается. Почему путешествия по таким разным странам, ты в итоге вернулась обратно? Ну, во-первых, я скучаю по родным. Я скучаю по своей земле, потому что она мне дает некую силу внутреннюю. Я прям ее чувствую. Я люблю свой край. И без этого не могу жить долго, далеко, находясь где-то там, в другой стране. Зато я вдохновляюсь людьми другими, вдохновляюсь вообще окружающей средой, как устраивают, вообще как сферы услуги, как строится город в плане урбанистики. Я вот пытаюсь, если что-то увижу, зафиксировать у себя в инстаграме и что-то сделать. Блогерство в наше время – это еще и способ заявить о какой-то проблеме и сделать так, чтобы ее заметили. Как же мы режем киви? Киви мы режем вот так вот вдоль, с маленькой стороны, и совсем тоненько-тоненько. Получается вот такая вот форма. Ой, как у тебя красиво получается. Да. Ну, я вообще в первый раз это делаю, поэтому я не знаю, тут у нас будет полная импровизация. Давай я тебе буду подавать, потому что, мне кажется, у картины всегда творец должен быть один. Ну, насчет путешествия я еще хочу дополнить то, что мы не только отдыхаем за счет путешествия телом и душой, мы и что-то новое приносим сюда. Расширяется наше сознание, наш мозг расширяется от виденного. И поэтому я люблю тех людей, которые путешествуют. С ними можно всегда поговорить о чем-то новом. Этот момент погружения в культуру – это очень здорово, потому что я вот как раз-таки из тех людей, которые на две недели уезжают, у них, в принципе, этого достаточно, но у меня сама цель – отдохнуть. Если бы у меня было желание, допустим, узнавать о культуре, наверное, я бы совсем по-другому путешествовала. Это очень здорово. А как апельсинчики вам помогают? А апельсинчики таким же макаром. Получается тоже очень тонко. Здесь вот самое главное – это тонкость, потому что вот чтобы они были мягкие, чтобы можно было ими управлять. Вот казалось бы, да, обычная нарезка фруктов, а при этом сколько энергии нашей. Вот у тебя есть какая-то своя философия касательно еды? Вообще, в последнее время я покушать начала очень мало. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, тебя питает вдохновение. Вообще, нехватка времени даже покушать. Ты забита столько делами, кому я объясняю, что мы два дня просто друг до друга не могли дозвониться, если даже не больше. Ты вот всегда на съемках, я всегда там… Ну вот сейчас вот в проект тоже постоянно пишу картины. А если, допустим, идешь в заведение, то что для тебя самое главное, когда ты видишь подачу? Подача красиво, чтобы глаз радовало, чтобы необычно было. Вот у нас, кстати, в Якутске начали очень красиво украшать, прямо очень это заметно. То есть подача для тебя – это, наверное, ну 60% блюда. А в скольких ты странах была? Ну вот мы недавно читали, купалась в океане либо в море, у меня 11 разных. А в странах, ну, можно посчитать сейчас. Так, ну-ка. Три раза в Таиланде, три раза в Турции, Вьетнам, Камбоджи, Китай, Индия, Непал, Соединенные Штаты Америки, там Нью-Йорк, Гавайи, где-то в районе 10 стран получается. И как мне это сделать? Мы маленькие уберем. Только те, что побольше. Да. Ну, у нас полная нейтрализация, поэтому как получается. Сейчас будем потихоньку дополнять. Я сейчас нарежу лайм. Мне нравится сочетание зеленого и оранжевого. Прямо вместе они очень красиво смотрятся. Как-то так, да? Расскажи о лайфхаках для путешественников. Какие есть лайфхаки, которые применимы почти что ко всем странам, в которых ты бывала? Нет плана, это хорошо. Поэтому никогда я не делаю план. Вообще никогда. Мы даже, ну, покупаю билеты буквально там за неделю до вылета. А как же заранее все это спланировать за 3-4 месяца? Мне нравится. Вот деньги накоплю сейчас. Прям хочется накопить побольше денег, чтобы уехать на 3 месяца тоже на Бали. И там на Индийском океане нарисовать 3 картины. Вот моя цель. А что для тебя самое было необычное в путешествии? Прямо что тебя зацепило и показалось тебе, ну, вот кроме Непала? Меня Индия спустила на землю. Очень хорошо. Она прямо меня вот так вот припустила и сказала спокойно. Смотри, как живут люди и они наслаждаются жизнью. Там страшная беднота. Ты учишься ценить то, что имеешь. Да. Это на самом деле очень важно. Вот мне понравилась твоя мысль о том, что иногда нужно останавливаться и посмотреть на небо. какого оно цвета и как-то немножечко расслабиться, остановиться. Потому что в эпоху технологий, информации, когда ты находишься в этом потоке и очень тяжело расслабиться. Вот как ты расслабляешься? Простите мои соседи, я включаю громко музыку, зажигаю аромопалочки и свечки и танцую, как будто меня никто не видит. Сама для себя там такие танцы бешеные устраиваю. Вот так вот расслабляюсь. А по-другому как? У всех стресс, у всех проблемы, у всех какие-то заботы, у всех любовь, у всех эти чувства. И каждый человек, он, наверное, особенный, но житейские штуки у всех одинаковы. И как вот люди расслабляются, у всех своя философия. А почему для тебя так важно вот именно постоянно учиться? Неужели тебе иногда не хочется просто сесть, включить? Хороший вопрос. Я не знаю почему. Я всегда хочу что-то задавать. Это вот внутренняя вот эта вот потребность, а может быть и другими словами сказать, жадность какая-то, жадность в знаниях. Ты не можешь, вот когда вот у тебя все хорошо и ты чечешь по течению, которое ты уже протоптала, становится скучно и ты начинаешь сходить с ума и делать тебе проблемы. Когда у тебя нет времени думать о проблемах и что-то всегда новое, 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 ты не ухудшаешь свою жизнь тем, что у тебя есть. Ты что-то новое делаешь. Вот как мы сегодня. Я вообще не в первый раз тарелку украшаю. Ну, получается очень даже красиво с таким художественным подходом. А есть же страх все равно? В познании чего-то нового всегда присутствует страх вот этого нового. Нет. Нет? У тебя не бывает страха? Наоборот, желание побыстрее это сделать. Рита, смотри. Увидела это на ютубе. Не знаю, получится у нас или нет. Это очень сложно. Короче, режем тут маленькое. Вот оно, да? Отодвигаем. И режем глубже. И у нас по итогу вырастет цветочек. И вот таким образом у нас яблоко. То есть я делаю это впервые. Ничего себе. То есть, как любая хозяйка, два таких рецепта уже, которые ты знаешь, закрепила. И тут, как на любой кухне, происходит импровизация. Я же тоже хочу что-то новое знать. Поэтому подумала, подумала, посмотрела интернет и увидела такую вот штучку. Она вроде бы легко делается, но здесь так аккуратно надо делать. И вот у меня впервые. И у тебя тоже получится. Так, это очень интересно. Подожди. Вот знаешь, у меня, оказывается, существует такой маленький, Маленький момент, что я боюсь чего-то нового. Вот. Самое главное, надо быть открытым новому. Управляет уверенность. Хорошо. На кухне нужна уверенность. Да. Действительно. Все. Вот у тебя... Надо до конца. Да, вот. Все. Что-то появилось. Отлично. Так что, хозяюшки, мне кажется, из фруктов можно в домашних условиях с одним желанием сделать вот такой цветочек. Посмотрите, какая красота у Марики получилась. Я сама. Старш. Вот. И это, наверное, как-то можно поместить вот так вот. Ой. Это как у нас цветочка лепесточки. Так. И сверху немного накидаем гранат. Это такие дольки красного, потому что у нас здесь все оранжевое, зелененькое. И вот тут совсем как акценты такие маленькие. Ну что, наши помидорки уже готовы. Так. Ух ты, как красиво. Все, можешь вытаскивать. А ароматы-то какие. Слушайте, столько бульона, это, мне кажется, показатель хорошего фарша. Это твое коронное блюдо. Да. Это мое коронное блюдо. Сейчас мы все попробуем. Ну что же, я предлагаю попробовать, что же получилось. Мне кажется, тебе тоже надо попробовать, потому что каждый раз все равно блюдо получается неповторимым. Другим немножечко, да Эль? Ммм. Действительно, это твое коронное блюдо. Прям очень вкусно получилось, мне понравилось. Здесь вот самое главное, это помидоры вкусные, чтобы были. И мясо. А легко же его делается, совершенно легко. И предлагаю, конечно же, попробовать наш салатик. Этот рецепт, ты так и мне не сказала, где ты взяла этот рецепт. Я в каком-то ресторане пробовала, я не помню где, но я его сфоткала, потом дома сделала. О, ничего себе. Здорово. Но бывает, когда куда-нибудь приходишь, интересное блюдо, и сразу начинаешь изучать ингредиенты. Мне нравится это сочетание апельсина и свеклы. Очень здорово. Причем на столе праздничном этот салат будет однозначно выделяться. Мне кажется, по утрам такое здорово есть. Или вечером наоборот. Ну и на десерт у нас фрукты. Ну, мы справились с сортировкой и украшением блюда из фруктов. Мне кажется, праздничный стол, новогодний или с днем рождения, он украсит. Мне нравится то, что ты не побоялась попробовать новый рецепт. Это действительно очень здорово. Это говорит о том, что ты действительно умеешь рисковать и ничего не боишься. И такими замечательными рецептами ты поделилась с нами. Спасибо тебе огромное. А мы с вами увидимся уже на следующей неделе и узнаем, кто уже будет следующим гостем. Пока-пока. Пока-пока.